МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня наши герои – это легкоатлеты. Бег – это большая часть их жизни, а стадион заменяет им родной дом. Каково это – все время бегать? Смотрите в программе «Больше, чем спорт». У легкоатлета Дениса Близнеца сегодня очень насыщенный день. Ему предстоят две тренировки. Чтобы оставаться энергичным до конца дня, утро Денис начинает с овсяной каши. Это самый углеводный хороший продукт для дальнейшего заряда. Чтобы хватило его, в конце концов, на тренировку. Потому что если кушать очень плохо, результатов никаких не будет. Если человек хочет скушать какую-то там булочку или какой-то пирожок, я никогда никаких препонов не ставлю. Потому что оно реально, если очень хочется, то оно хочется. Но единственное, что прошу, чтобы только вот где-то после шести вечера не топтали на ночь. В отличие от многих спортсменов, в расписании Дениса нет зарядки. Все свои силы он экономит для тренировок. То есть я могу за тренировку, если это беговая, похудеть на полтора килограмма сразу. Если же это какая-то штанга, то там, конечно, калорий будет тратиться меньше, поскольку это взрывная сила больше. То есть это силовая работа. Однако сегодня расписание Дениса начинается не с тренировки. Впереди волнующее событие. Легкоатлет едет сдавать экзамен в ГАИ. Это его вторая попытка. Завалил буквально на двух вопросах. Поэтому максимально сейчас хочу ложиться туда. Потому что это уже мечта сидеть очень долго. Хочется ее наконец-то достичь. В дальнейшем после этого на тренировку иногда будет идти. В плане такого. Но я очень волнуюсь сейчас. Поэтому кроме прав, ни о чем больше думать пока не могу. Денис уже на месте. Он никогда не опаздывает. На тренировки приходит всегда вовремя. Вот и в ГАИ пришел заранее. Спортсмен уже зарегистрировался и ожидает. Ну что, коллега, сдавал? Да. Сдавал. Развивай, выходит. Да? Все, красавчик. Хорошо. Теперь я иду. Теперь очередь Дениса. Всю ночь перед экзаменом не мог уснуть. Кстати, тренер спортсмена в шутку его мотивировал. Сказал, что если не сдаст экзамен, на тренировку может не приходить. Пока я понял, хорошо. В большей степени уделяешь внимание. Нет, как раз таки в тот раз нет по ошибке. Ну ладно. Я сдал. Капец. Да. Это круче, чем на соревнованиях. Ощущение. Теперь Денису предстоит сдать вождение. Но это он сможет сделать не раньше мая. На ближайший экзамен спортсмен не попадает из-за учебно-тренировочных сборов. Первое было в планах – это сдать на права. Я не знаю почему. Поставил цель и хотел чем быстрее, тем лучше. И я все время переживал, что у меня не получится. Я пришел в ГАИ первый раз. Я не знал, что с собой делать, потому что у меня на соревнованиях такого нет. То есть на соревнованиях я знаю конкретный план, то есть что я должен сделать для того, чтобы себя успокоить. Потому что уже опыт есть. Когда я пришел сюда же, я просто не знал, что с собой делать. Ну вот у меня эмоции идут, я не знаю, как себя потушить. Тем временем вторая наша героиня, легкоатлетка Юлия Костючкова, сейчас находится на вручении премии и стипендии от Гомельского облсполкома. Спортсменов и тренеров награждают за высокие достижения в спортивной сфере. Оценка уже дана сама по себе. Область всегда в лидирующих позициях занимается. Большое количество спортсменов именитых отсюда вышли. И в том числе не исключением стали и прошедшие Олимпийские игры летние. Люди болеют, с душой относятся. Это очень важно. Не формально, просто для протокола провести соревнования, а вкладывают душу. К слову, в прошлом году на международных соревнованиях спортсмены Гомельщины завоевали 131 медаль. Из них 34 золотых, 48 серебряных, 49 бронзовых. По общему количеству наград наша область заняла второе место в республике, уступив лишь Минску. Кстати, среди награжденных спортсменов и герои одного из наших выпусков. Яна Бурим и Виктория Кебикова, а также их тренер Игорь Фигуренко. За свою карьеру Юлия Костячкова стала рекордсменкой Беларуси в эстафетном беге на 400 метров. Также она была участницей командного чемпионата Европы в эстафете. За ее плечами и победа на кубках и чемпионатах Беларуси. Как решили, так решили. 400 метров в финал. Женщины. Это всегда интересно. Считается одна из самых таких тяжелых дисциплин. Потому что скорости очень высокие. Тут уже тактической борьбы как таковой нет. Все бегут на максимум. Так, вот очень интересно, как Кристина Полярчик пробежит к этой дистанции. Давайте посмотрим. Значит, четыре спортсмейки борются за утро. Кстати, на пьедестал. Костюшков глядирует, да? Да, Костюшков впереди. Вот, значит, смотрите, пытается накатить. Но, наверное, все-таки не успеет. Нет, все, не получилось. Чуть-чуть не получилось. Нам интересен ресурс, который одержана победа. Мастер спорта Республики Беларусь. Бронзовый везер чемпионата Республики Беларусь. Конечно же, приятно очень, что наши труды, они, ну, ценятся в таком формате. То есть, когда на тебя смотрят, то есть, как нам рассказывали, что мы болеем за вас, переживаем. То есть, не только наше все, как бы, начальство, а вот, ну, как бы, вся Беларусь. То есть, это, конечно же, очень приятно. Но, мне кажется, приятнее все-таки подниматься на пятистал. Пока Юлю награждают, Денис отправляется на Гомельский стадион «Луччи». Именно там сегодня будет проходить тренировка. По дороге успевает заехать в тренажерный зал. «Где? Нет, там вот были. Пару штук должно быть. Все не полгода. Расскажи про эти снимали, что это? Это, ой, это, по-моему, вузы были. Это было, наверное, четыре назад. Это вот я только начал выходить на более или менее уровень. Я не помню, какое стало. В тройку точно не вошел тогда еще. Кстати, о достижениях Дениса. За свою карьеру он, как и Юля, становился рекордсменом Беларуси в эстафетном беге на 400 метров. Также был участником командного чемпионата Европы в эстафете. Упражнения со штангой – это незаменимая вещь для легкоатлета. Они помогают развивать мышцы бедер. Вся сила, которую спортсмены вкладывают в бег, нарабатывается здесь, со штангой. Очень нравится жим, очень нравится присед. В приседе максимум я приседал 180 кг, жим 105 кг. Спринт без силы бегать практически невозможно. Не скажу, что это может быть основной какой-то компонент для достижения максимальной скорости, но для короткого спринта это немаловажно. Те веса, которые ты уже делаешь, ты потом начинаешь их разбегивать, всю эту мощь, которую ты уже достиг. Я могу посидеть дома неделю, ничего не делавши, но потом у меня отрывает голову от того, что я совершенно ничего не делаю. И я иду в тренажерное зало, либо на беговую дорожку, потому что у меня просто крыша едет без тренировок. В детстве Денис был очень активным ребенком, но тихим и добрым. Как он сам говорит, сейчас ничего не поменялось. За детство вообще большое спасибо хочу сказать своему отцу, потому что я в 6 лет потерял своего родного отца. Он умер. И потом у меня в жизни появился отец. Он многому чему меня научил. И учил, когда я был маленький. Мы с ним не ругались никогда. Он меня во всем поддерживает. У нас настолько дружная семья, что мне кажется, что это вот такой идеал должен быть, дружной семьи. И он настолько научил меня в вещах скрупулезно относиться именно с душой. То есть если ты что-то делаешь, ты должен сделать это хорошо. Не просто сделать, а вот сделать так, чтобы прям классно было. Мы даже когда машину с ним чиним или моем, вот я посмотрю, то есть сторона у меня не очень. Мне не нравится, вот как я помыл машину. Мы берем ведро, и он свою сторону начинает мыть заново. И я свою, потому что нам нужно сделать это очень хорошо. У ребят практически каждый день две тренировки, которые проходят либо здесь, на стадионе «Луч», либо в легкоатлетическом манеже «Динамо». Сегодня из-за экзамена Дениса и награждения Юли время первой тренировки сдвинулось на 12.30. Обычно она начинается на 2 часа раньше. По плану тренера спортсмены бегают эстафету. Мы в этот период года бегаем эстафеты. Во-первых, эстафета, как всегда, это более эмоциональный вид такой, понимаете. Оно легче приносится тренировка. Ну, понимаете, да, на крупных соревнованиях проходит эстафета, эмоции и болельщиков, и участников захлёстывают. Поэтому, чтобы как-то разнообразить тренировочный процесс, вот ввозим эстафеты непосредственно в занятия. Что касается самой эстафеты, тут ещё плюс впереди же европейские игры нас ждут. Вот. И ребята, ну, которые вот в группе тренируются у нас, ну, это Юля, вот Денис, претендуют на попадание в эту эстафету. Поэтому, как бы будем, ну, у Дениса короткая на 4 по 100, у Юлии, скорее всего, что будет 4 по 400 эстафета. Ну, там смешанная у них идёт, но длинная, так называемая. Поэтому ощущения нужно закладывать сейчас. Чувство этого передачи, чувство локтя соперника, чувство локтя товарища по команде. Уверен в том, что тренер заложит хорошую подготовку. В этом сомнений не может быть. Поэтому я думаю, что у нас должно всё получиться. Хочется выступить достойно на этих же, конечно же, соревнованиях. Вообще, в первую очередь, попасть туда. То есть у нас специально будут проводиться отборы, ну, в которых уже будут рассматриваться. То есть наше участие на этих играх. И, конечно, будем защищать честь нашей страны. В подготовку входят и тренировки на песке. В таких условиях мышечный аппарат работает иначе. Да и тренируется менее травмоопасно. За мою вот карьеру такую уже немаленькую, никогда на песке ребята, бегавшие даже в полную силу спринт, короткие отрезки, никогда не получали травмы. На песке работа, она проходит более мягко, но нагрузка идёт больше, более максимальная, чем на покрытии на таком, например, или на травяном покрытии. Кстати, тренируются сегодня спортсмены под дождём. Но не помеха. Легкоатлеты выходят на тренировку при любых погодных условиях. К слову, на поведение соревнований погода тоже не влияет. Так что выбирать им не приходится. Юля, ну что, как оно, нормально? Всё хорошо, я жива. Работаем, бывает и в снег, бывает и в мороз, бывает и в ливень. Если нужно какой-то сделать объём работы, то, конечно, здоровьем ребят не жертвуем. Но тренировки, если такие не совсем комфортные, ну, пытаемся как-то не обращать на это внимания. В соревнованиях оно может случиться так, что всё время в комфортных условиях готовишься, а потом будет, например, дождь или очень холодно, или что-то ещё, и спортсмен просто выходит, теряется. В таких условиях. Поэтому я считаю, что ничего страшного в этом нету. Работать можно. Ну, вот сегодня дождик морозит, но достаточно тепло. Поэтому приходится бегать на стадионе. На улице без дождя, то есть светит солнышко, то есть птички поют. Температура где-нибудь 22-23, вот это вот самый класс. Солнышко и попутный ветер, это прямо замечательно. У каждого спортсмена есть свои достоинства и недостатки, поэтому подбираются индивидуальные упражнения. Итак, тренировка на стадионе подходит к концу. Теперь наши герои едут обедать и отдыхать перед второй тренировкой. Сейчас у ребят совместный обед. После они вдвоём поедут на тренировку. Интересно, когда у нас тренировка здесь возобновится. К слову, приоткроем тайну. Ребята не просто коллеги по команде, они пара. В прошлую новогоднюю ночь Денис сделал Юле предложение. Было ожидаемо, потому что это когда мы были у нас дома, где мы на данный момент сейчас живём. То есть у меня мама, можно сказать, она подошла напрямую и спросила, дочь, а какой у тебя размер пальца? Судя по разговорам, я поняла, что тут уже что-то не то. Я была готова. Мне кажется, больше всего я боялся. Даже если она и знала, то всё равно больше боялся я. Пробили куранты. Мы по нашей традиции открыли дверь. Вы проделали старый Новый год. Запустили новый. Зашли обратно к столу. Но я сказал, что время её подарка. Она, кстати, сразу не ответила. Мы с отцом стоим. Она в слезах, она закрыла лицо. Я на колене стою, и отец на меня смотрит. И я на отца. Она да сказала. Я говорю, я не знаю, я не слышал. Честное слово. Потом да, она сказала. Познакомились ребята, когда ехали в поезде на соревнования. Денис шёл по вагону, пока его не привлёк взмах простыней. Он обернулся и влюбился. От своего друга узнал, что это его одноклассница. Я говорю, ну, значит, если твоя одноклассница, значит, ты должен мне помочь как-то в этом. Ну, и мы приехали на соревнования, расселились. Я купил пачку мороженого, карты и пришёл к вам в номер. Мне надо было как-то впечатление произвести. Потом они переписывались несколько месяцев. И после Нового года Денис не выдержал. Мы далеко были, просто я дома был. Я думал, всё, меня уже грызёт всё изнутри. И я решил написать. Написал. Ну, и она ответила взаимностью. Я чуть не упал со стула. Вот так и познакомились. Пришло время второй тренировки. Сегодня у ребят прыжковая работа. Здесь они могут посоревноваться между собой. Кстати, конкуренция у наших ребят в республике довольно серьёзная. У всех шансы приблизительно равные. Однако, по итогам летнего и зимнего периодов, Юля занимает лидирующую позицию на 400 метров. Она самый явный и главный кандидат на вторые европейские игры. Что касается Дениса, значит, ну, там у них один человек на 100 метровке стартует. Поэтому и второй запасной. Вот. По зимнему сезону будем надеяться, что всё нормально. Вроде так от травмы отошёл. Прежде стоит задача показать результат. Как бы я сторонник такого, что будет результат, придут победы, придёт всё остальное. Поэтому настраиваемся на результат прежде всего. А как оно уже сложится, ну, жизнь покажет. Сейчас у ребят наступает период активной фазы тренировок. Нагрузки могут зашкаливать. Чтобы как-то разрядить обстановку и повысить тонус, Владимир Козлов подбадривает своих подопечных шутками. Духом, в принципе, они не падают. Такого у нас не было, чтобы сказать, всё, я вот не хочу, я устал. Как бы мотивация, она всегда есть. Соперники этому способствуют. Потому что конкуренция в мире сейчас очень высокая. В лёгкой атлетике. Вы же понимаете, что бегают все, в отличие от других видов спорта. Даже те, которые не доедают, но всё равно бегают. Поэтому хочется быть не просто лучше в республике, а хочется как-то доказать самому себе, что вот я преодолел, что я смог, что я доказал. Ну, я думаю, что каждому хочется в жизни показать что-то такое достойное, чтобы потом было что вспомнить, рассказать детям, чтобы жизнь была всё-таки интересная. Потому что без этого однообразие, серость. Меня мотивирует сейчас, на самом деле, многое, поскольку мне нужно было получить всего лишь одну травму, после чего меня подписали со всех счетов. То есть убрали из основного списка национальной сборной, опустили немножечко пониже. Вот. Ну, что меня больше всего, ну, конечно, и зацепило. Когда Денис получил травму колена, он думал, это конец. Они обсудили это с тренером и решили, если Денис будет хорошо выступать в зимний период, то его карьера продолжится. И мной сейчас движет просто для того, чтобы, ну, доказать, что меня раньше со счетов списали, чем нужно. Ну, в принципе, как я и сделал, и на чемпионате стал второй, и на кубке я стал второй. Две тысячные проиграл. Две тысячные. Вот. И я думаю, что в каком-то степени они сейчас должны, ну, обратить на меня внимание. Классно, что это нужно, ребят. Ну, посмотрите. Ну, вот посмотрите, кто? Кто? Травму получил. Травму. Травму получил. Ну, это, наверное... Виктор Рябов или Максим Грабаренко? Там либо четвертая, либо пятая дорожка. Максим, может быть. Четвертая, либо пятая дорожка. Давайте смотреть. Пятая. А нет, Рябов как раз травмировался. Это, наверное, либо близнец, либо Грабаренко, Максим. Какая, да? Какой драматизм. Так, судьи делают свою работу. А травмировался как раз обидно очень Рябов. Виктор, да, Виктор Рябов. Это очень мятая дорожка. Это неприятно для нас, да. Вообще непонятно. То есть кто вообще непонятно? Спортсмены сами не могут понять. Важен уровень результатов. Меня мотивирует то, что когда я в том году стала двукратной чемпионкой страны, а летом у меня немножко не получилось, и я стала третьей. То есть там были свои нюансы. Не будем вдаваться уже более в подробности. И при этом хочется, чтобы на этой позиции всегда и оставаться, то есть не опускаться ниже. Костючкова бежит за Гомельскую. У нас третий этап. А, Гомельская, Гомельская, да. Да, это и Дмитрий Лидер. И Брестская Михом пока замыкает четверку. Я думаю, Костючкова Юля должна отыграть. Должна отыграть. Но пока Минск впереди. Да, да, видите, что дворец Гула Костючкова выводит. Но выводит или нет? Нет, нет, нет. Все-таки Минск выигрывает. Кстати, ребятам очень помогает и то, что они пара. У нас много на тренировках. И как бы, скажем так, что мы, ну, можно сказать, профессионалы. Потому что национальная сборная. То есть мы что-то в своих видах, но мы понимаем. И, допустим, если нас там пять человек, тренер за кем-то не усмотрел, то, например, я могу подойти и сказать, что вот, ну, вот где-то здесь мне показалась небольшая ошибка. И теперь вот можно ее там исправить. То же самое она может ко мне подойти и сказать, что вот, ты, например, сейчас сделал упражнение, ты его сделал немножечко неправильно. То есть, ну, мы можем друг друга корректировать. Мне это вот тоже нравится. Двигаться вперед атлетам помогают и их кумиры. Обращают внимание ребята не только на зарубежных спортсменов, но и на белорусов. Может, это плохо говорить, но я почему-то все время равнялся на американских спринтеров. На Тайса, на Гея все время. Как-то у меня в приоритете было. Я не знаю, почему. Мне нравилась вот техника бега, то, как он ведется на соревнованиях. Я на него все время хотел быть похож. Ну, я когда раньше начинала вообще с короткого, более короткого спринта, это было 60 метров, потом летом это 100 метров. Конечно, таким самым, можно сказать, это была Юлия Нестеренко. То есть, это олимпийская чемпионка наша. Поэтому, да, тут ничего не скажешь. Это человек как бы... С большой буквы. Да, с большой буквы. Как бы чемпион. Своим подопечным Владимир Козлов рассказывает, что спорт – это прекрасно. Жизнь в нем не скучная и не однообразная. Те, которые постарше, они сами понимают, что да, что вот этот адреналин, его ничем не заменишь. Ну, это хороший адреналин. Это хороший адреналин. Поэтому, вот, когда на соревнованиях сидишь, наблюдаешь за ребятами, у тренера пульс по 200 бывает, что и больше. Вот, это очень тяжело. Но когда этого нет, то тоже тяжело. Ну, приходится вот так с этим как бы считаться. И ребята понимают, что вот, когда выигрываешь, нет ничего, наверное, вот этого момента счастья, вот этого удовольствия, когда ты стоишь на пьедестале, ты первый, на тебя все смотрит, внимание. Ну, что еще желать в том возрасте? Только, я думаю, что вот этого. Конечно, это создать семью. То есть, вырасти детей. Наверное, сначала построить дом. А потом уже вырастить детей. То есть, это, наверное, по крайней мере, так мечтает каждая девушка. Мне кажется, каждый спортсмен хочет стать олимпийским чемпионом. Поэтому, может быть, это не так реально, но мечта есть мечта. Ну, я думаю, без нее не стоит вообще заниматься. Если у тебя нет таких больших мечт, то есть, если ты хочешь там остановиться на уровне чемпиона страны и дальше не развиваться в дальнейшем, то, я думаю, не стоит продолжать. Вот если ты ставишь перед собой цели чемпиона Европы, чемпиона мира, чемпиона Олимпиады, ну, ты будешь развиваться. Поэтому, чем выше, тем лучше. Поэтому, я думаю, у всех спортсменов такая мечта. Мечта, конечно, я уверен, что она будет так, что семья будет у меня очень дружная, поскольку я вырос в таком очень дружном, любящем кругу. То есть, там, у меня в семье все, каждый за себя, там, не за себя, вот это я говорился, каждый за своих. Мои независимости, если мы едем в Гродно на соревнования, в Брест, родители собираются, садятся на машину, приезжают и болеют за нас. То есть, я иду полностью этому примеру, поэтому я мечтаю от очень дружной, любящей семьи, которая не будет ни в чем нуждаться. Тренировочный день. Юли Костючкова и Дениса Близнеца подошел к концу. И сегодня они идут в кинотеатр. Экзамены, награждения и, конечно же, тренировки. Вот такой насыщенный день у наших героев. Сегодня они уже будут отдыхать, а завтра их ждет новый тренировочный день и новая гонка к спортивным вершинам. Это больше, чем спорт. Оставайтесь на Белорусский Терегомель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова